На наше кладбище. Это его камешек. Аааа! Софи нет! Софи! Здесь последний прыжок и все. Аааа! Аааа! Это красная машина на дороге стоит. Злые духи на кладбище тебя напрягают, да? Доброе утро! Я Анимэджик, со мной мои питомцы Юмичу, Софи и, конечно же, киса Алиса. И у нас наступила зима, а это значит первый снег. Это значит, у нас сегодня будет невероятное видео. Это значит, что у меня скоро день рождения. Если вы хотите меня поздравить, то давайте на этом видео соберем 50 тысяч лайков. Это будет лучший подарок, а еще круче подарок на Новый год, который я хочу. Это 3 миллиона подписчиков на канале. Осталось совсем чуть-чуть. Собираем много лайков, подписываемся на канал и, конечно же, пишем комментарии, потому что я их читаю, они появляются в видео, я ставлю на них сердечки. Вы очень просите всегда, чтобы я показывала наши простые дни. И вот так выглядит наша обычная жизнь. Итак, у нас утро, и сейчас мы позавтракаем, потом поедем по делам, и заодно заскочим в магаз за покупками, а вас возьмем с собой. Сначала мы пойдем гулять с Киселисой, а потом мы нарядим собачек в одежке, потому что прохладненько, и пойдем все вместе. Но я просто думаю, что если мы пойдем все вместе сразу, Киселиса просто нас бросит. А потом, по просьбам моих подписчиков из Телеграма, сегодня я вернусь в тот жуткий дом заброшенный, в котором был тот странный шкаф. И все-таки открой его. Когда выпал первый снег, Киселиса вышла на улицу, и очень прикольно на него реагировала. Я не могла это не заснять, чтобы поделиться с вами, чтобы показать вам, потому что это очень смешно. Я просто, я ржу каждый раз, когда вижу эти кадры. Давайте поставим все вместе лайк Киселисе за это веселье. Посмотрите только, как Киселиса прыгает и радуется снежку. Мне кажется, даже собаки мои так не радуются снегу первому. Хотя мне не кажется, они не радуются. Особенно София. Но это просто, это я и не могу. Ну что, Киса Алиса, смотри. Ать, гуляем, гуляем. Так, начинается слежка за кошкой. Куда она побежала? Ага, вот они следы. Алиса играет со мной в догонялки. Так, мне кажется, я почему-то знаю, где прячется сейчас Киса Алиса. Ага. Я думала, Киса Алиса прячется здесь под домом. Вообще-то сюда и следы не ведут, Аня. Сейчас мы нарядимся в теплые одежки. Софишка у нас замерзает на улице, поэтому она пойдет в пуховичке. Да, смотрите, какой комбинезончик у Софи. Такой яркий, розовый, Софишкин любимый цвет. Юмичу очень не любит одеваться у нас. Но ты же не хочешь замерзнуть на улице. Юми нормально гуляет в одежде, но вот когда ее одеваешь именно, ей вообще очень не нравится, она психует. Дай же ногу свою. Смотрите, какой у Юмичу хвостик смешной. У тебя два хвоста, Юми. Устраивать разнос. Но когда она выйдет на улицу, она уже будет нормально себя вести, потому что будет неизбежно уже на улице. Бешеный кролик. Юми, почему София нормально сидит, ждет? Нормальная собака. А ты устраиваешь разнос. Скажи, Юми. Покемон. В подушку скинула. Юмичу, пошли. Пошли гулять. Пошли гулять. Пошли гулять. Юмичик. Расскажите, как ваши питомцы относятся к одежде. София просто не понимает, что происходит. Давай выходи, София. Юмичу, ну что, ты рада, что зима наступила? Первым делом мы идем в такое вот тайное местечко. Здесь у нас фонарики, вечером тут подсвечено. Это вот такой вот вольер. Они уже знают, что надо прийти к этому вольеру. Да, заходите. Зимняя версия туалета. Ну, вообще-то и летняя тоже. Потому что, когда не было вот этого вот вольерчика, загончика, в котором они ходят в туалет, собаки писали, как ли, везде. Ну, как бы ладно писали, но то, что они как ли, по всему двору, по всему участку, по всему саду, это было вообще не айс. И придумалась вот такая идея, оградить им какое-то место для туалета, которое можно убирать, чтобы не ходить за какашками по всему огромному участку. София еще пошла в туалетик, а Юмичу ждет, когда я разрешу выйти из туалета и позову их. Мы сейчас с Софишей и с Юмичу сходим на место захоронения Эйвона, на наше кладбище. Юмичу уже убежала вперед нас, а у Софии есть такая фишка. Она не любит ходить по гравию, вообще с детства, то есть это не связано с возрастом. И она не любит ходить по снегу. Вот здесь, под елочками, тут четыре больших елки, камешек Эйвона, его могилка. Да, Юмичу, здесь похороненный Васик. Это его камешек. И здесь должна была бы быть, получается, Мишкина могилка. Мишку мы, к сожалению, до деревни довезти не смогли, потому что это очень далеко. Смерть ее была неожиданной, и ее кремировали. Но я подумала, что это нам не мешает поставить ей камушек здесь. И, может быть, я думаю сделать таблички. И напишите в комментариях, какие варианты, вот что написать. Кроме имени и даты, мне хотелось бы написать какие-то теплые слова, но небольшие, чтобы это было немного. Может, какую-то фразу каждому. Вот какую фразу вы видите для Эйвона, и какую фразу вы видите для Мишки. Вот, к теме Софишки. Софишка с нами туда даже не пошла, потому что лед, и не хочется. Юмичу носится по всему двору, как бешеная. Видимо, в поисках киса-лисы своей подружки любимой, да? Софишка ее по пятам догоняет. Потихоньку. О, застряла немножко Софи Теллина жопка. Так смешно она бегает. Как я и думала, киса-лиса убежала от меня, спряталась куда-то, надеясь на участки. Надеюсь, она не перелезла через забор или не под забором где-нибудь, а не ушла далеко куда-нибудь. Мы сейчас с собаками пойдем на наш пруд. Дело в том, что пруд замерз. Софи, нет! Софи, не ходи, там лед. А вдруг ты провалишься? Софишка, не надо. Софи, Софи, иди сюда. Иди сюда, залазь скорее. Заходи на землю, на землю. Это вода, это не земля. Софи, это земля. Иди сюда. Давай. О, господи. И вообще, его надо до того, как он полностью замерз в лед, чтобы он его не вырвало из земли. Короче, это странная система, но надо закидывать туда какие-нибудь бутылки или палки, чтобы полностью не образовался лед и пруд не выперло просто весной из земли и он не сломался. Софи! Софи, ты издеваешься? Зачем ты идешь в пруд? Зачем ты идешь в лед? Скажи, пожалуйста, мне. Короче, нам сегодня наша задача зафигачить туда бутылок. Ага, все-таки он проваливается, причем нормально так. У нас тут есть вот такие вот островки, по которым можно ходить через пруд. Вот такой вот остров. Давай, иди ко мне. Помнишь, как ты прыгала тут по камушкам летом, когда вода была? Давай. Молодец, умница. Иди сюда. Давай, ты же попрыгун, покемон. Давай. Давай, давай. Молодец. Давай, давай. Вот, молодец. Давай, иди ко мне. Залазь. Прыгай, Юмичу. Ты что? Ты же попрыгун. Зачем ты ползешь по снегу? Алиса, Алиса... Алиса, Алиса. Киса Алиса очень прикольно летом перелазит по этим камням. Покемон решила за мной не идти и вернуться обратно, а Софи вообще решила сюда не идти. Проблема в том, что в бутылках вода замерзла, а нужно, чтобы бутылки вот эти вот не утонули. Кинуть их так, чтобы они... Мда... Блин, уже замерз пруд. А-а-а! Я провалилась. Нужно, чтобы льда не было цельным слоем. Нет, там прям конкретно лед. Придется, ребята, нам брать ломик. Куда вы пошли? Вы что, не хотите мне помогать? Пока хожу по участку, периодически пытаюсь... Ого! Неужели это следы кисы Алисы? Так, ну-ка, давайте посмотрим, куда эти следы ведут. Вот они. Странно то, что они вот здесь заканчиваются. Здесь последний прыжок, и все. Дальше следов нет. Это какая-то мистика, потому что если она сюда дошла, то как она пошла обратно? Она же не могла здесь исчезнуть, в этом месте. Но следы реально здесь заканчиваются, и дальше никуда не продолжаются. Это уже мои сейчас. А эти следы мелкие, какого-то мелкого животного, они заканчиваются. Что за прикол? Так, Софиша тут у нас около пруда ошивается, в кустах. А покемон, я вот вижу ее, вон там, далеко она вдоль дома идет. Отлично. Эни-мэджик и лом. Реально придется пробивать дырки в пруду. Она утонула. Главное не провалиться, главное не провалиться с камерой. Во. Вот так должно быть, чтобы бутылка держалась на воде. Впереди целый пруд. Все меня бросили. А-а-а-а-а-а-а-а! Я провалилась! А-а-а-а-а! У меня вода в ботинке. Тихо, только лом, чтобы еще не утонул. А-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Терять больше нечего, сапоги все равно мокрые. Провалюсь так провалюсь. А-а-а-а! И вот такими адскими трудами. Еще шесть бутылок я запихала в пруд. Это жесть, ребята. Киса Алиса так и не пришла ко мне на помощь. Я с этим ломом иду обратно. Вся мокрая, у меня мокрые две ноги. И собаки тоже ушли, бросили меня здесь. Спасибо всем. Идите сюда, собаки бешеные мои! Вкуснятина для вас! Да? Это сложный стул, необычный. Давай, давай. Вот молодец, Юмичу. Сиди на стульчике. Давай. Молодец, Софи. Вот умница. Давай, молодец. Сиди здесь. Вам еще коктейли надо на столик поставить, и вообще суперфото будет. Молодцы! Ай, молодцы! Молодцы! Софиша сейчас отправится домой, потому что она мерзнет, уже не хочет гулять. Я по ней вижу, как она лениво ходит. Юмичу везде носится, а Софи нет. Софиша с радостью хочет домой. Вообще-то у нас для этого места, для этого есть туалет. Эй, ребята, вообще-то для этого места есть туалет. Да. Прежде чем нам идти дальше, мне придется переодеться, у меня мокрое все. Камера запотевает у фотика. Давай, Софишка, я тебя раздену. Исследуем этот дом, а вы обязательно подписывайтесь на Телеграм. Давайте доберем там 20 тысяч подписчиков к Новому году тоже. Кису Алису я так и не нашла, но я надеюсь, к нашему возвращению она вернется, и все будет нормально. Вот поэтому я ее не выпускаю одну вот так вот гулять. Даже не одну, она просто тупо от меня убежала. Как вы помните, в прошлый раз мы тут встретили огромную стаю собак бездомных, поэтому Юмичу у меня пойдет на поводке, чтобы не возникало никаких казусов. Юмичу очень комфортно себя чувствует зимой, даже без ботиночек, а вот Софиша бы очень сильно замерзла и идти бы дальше не захотела. Мне пришлось бы идти нести ее на ручках. Ну, конечно, надо пописать, все переметить всех, да. Еще и закопать, даже снег, ну это нормально, вообще нормально, собака, скажите? Смотрите, там кто-то, кажется, свил гнездо на дереве, капец. Помните, Юмичу, София в прошлый раз как будто притормаживали, не хотели идти, и сейчас Юми тоже опять сомневается. Пойдем, пойдем. Юмичу, что такое? Эти два соединенных заброшенных дома находятся рядом с кладбищем, и обычно здесь никого нет, а в этот раз, видите, там сзади меня какая-то красная машина на дороге стоит. Я не знаю, кто сюда и зачем может приехать, но, в общем, это очень странно. Злые духи на кладбище тебя напрягают, да? Пошли, пошли. Там она вдалеке стоит, и там людей нет. Где люди, Юми? Вот он, этот заброшенный дом, он разделен на две половины, видите, там есть крыльцо, и там есть крыльцо. И обе половины заброшены, судя по разбитым окнам, и судя по тому, что мы увидели в этих окнах в прошлый раз. Пойдем, Юмичу, Юмичу опять отказывается идти. Пойдем, пойдем, давай. Я ненадолго, если что, охраняй, покемон. А я пошла. Блин, как жутко. В этой комнате сломанная печь. В этой комнате бутылки вот такой вот холодильник. Я надеюсь, там не мясо людей в холодильнике хранится. Здесь еще одна комната, еще одна дверь. Диван, телек. Блин, мне так стремно его открывать. Но сейчас там нет никаких звуков. Пусто. С этой стороны тоже пусто. Рядом с шкафом есть еще одна комната, в которую можно попробовать зайти, посмотреть что-то. Рядом с шкафом есть еще одна комната, в которую можно попробовать зайти, посмотреть что-то. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Фу, капец. Вы это видели? Вы это слышали? Короче. А вот в этой второй половине дома, пока я была в первой, явно кто-то ходил и что-то делал. А мы в этой второй половине дома в прошлый раз не были. Мы не знаем, что там в этой второй половине дома. Но она точно не жила, потому что там нет окон. Жесть. Короче, там реально кто-то был параллельно вместе с нами. Я не знаю, услышали ли наши, скорее всего, да? Потому что очень тихо вокруг. Юми, что, ищи свою подругу. А уже темнеет. Скоро совсем темно будет. Алиса! Киса Алиса нас у двери дома не ждет. Ни у одной. Мы посмотрели все двери. Кисы Алисы нет. Вот, пожалуйста, тебе опять очередной раз. Юми, где киса Алиса-то, а? Где? Где? Юми еще побежала. Юми уже тоже хочет домой. В общем, зайдем домой, погреемся, будем ждать ее. Покемон такая смешная в этом зайчике. Кто такой зайчик, а? Уже стемнело. Алиска так и не пришла. Просто в прошлый раз, когда Алиса пропала надолго, я помню, чем это закончилось. Вызвали ветеринара. Она приехала. Это уже была ночь. Темно уже было. Я не знаю, что она будет. О, кашля. Скорее машина. Где может быть эта кошка? В мороз. Хожу с фонариком. Она еще обычно мяучит, если вдруг пришла. Самое тупое, это то, что она могла пробраться вот здесь под воротами. Здесь у нас уже доска специальная, чтобы она под ворота не пролазила. Она все равно туда. Ну и вообще она и на ворота вот так вот залазит здесь, и выпрыгивает, и идет. Я помню, что как-то раз, когда она вот так вот ушла, потерялась, она пахла заброшкой. То есть она может быть где-нибудь вообще, блин, на заброшке тусуется. Я не знаю. Я очень переживаю, что она не пришла домой до темноты. Самое остренное, что реально мороз. Я подумала, что если походить, поговорить, она услышит мой голос. Алиска! В соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте, в Телеграме. Везде обязательно скажу, чем все закончилось. Увидимся скоро в новых видео.